Неприступный бастион Министерства обороны пока не взят, но родители погибших, Первую Чеченскую, уже находятся на подступах. В Пресненском межмуниципальном суде началось закрытое судебное разбирательство по иску Екатерины Пестеревой из города Кургана к чиновникам главного военного ведомства на Арбатской площади. Екатерина Пестерева требует от Минобороны компенсации за материальный и моральный ущерб. Ее сын погиб в 95-м возле чеченской деревни Харачуй. На суде представители Минобороны не смогли вразумительно ответить на большинство претензий, которые выдвинула потерпевшая сторона. Почему была не проведена абсолютно точная сгумация, идентификация личности? И в частности, до сих пор мама не уверена, своего сына она похоронила. Это взрывная травма черепа, обугливание трупа. То есть нужны были медицинские исследования, их окончательных и точных нет. То есть у нее предположение, что захоронен ее сын. Министерство обороны также ничего здесь не сделало. Более того, представители военных сказали, что у них нет денег на проведение этих работ. И тогда мама сказала, что я заплачу свои деньги. И она сама платила за это проведение эксгумации и идентификации. Значит, это тоже попросили объяснить, почему Министерство обороны и его структуры не принимали в этом участие. Представитель Минобороны также развел руками и не мог ничего на это ответить. Министерству обороны предстоит также ответить, почему мать погибшего рядового не была поставлена в известность о том, что имеет право на компенсацию за похороны сына и на многое другое. И хотя первый судебный процесс против Минобороны только начался, Екатерина Пестерева уверена в победе. Как только исполняется женщина, ну то есть матери погибшего солдата 55 лет, пенсия за сына послучается 108 рублей. В связи с этим я считаю, что сыновья отдали жизнь не для того, чтобы дальше продолжалось это, как сейчас идет. Они должны, вернее наша задача теперь расставить все точки на две и добиться от нашего государства, чтобы если нужна жизнь чья-то, то она была достойно оценена. С 95-го подобных исков было около 400, но Пресненский суд, которому территориально принадлежит Минобороны, до сегодняшнего дня отказывался с ними работать. Считая, что отвечать перед родителями за гибель военнослужащих должны местные военкоматы. Те, в свою очередь, объясняли, что выполняли приказ головной организации. Практически через пять лет суды наконец-то стали рассматривать иски родителей солдат, погибших в Первую Чеченскую войну. И это первый прецедент. Следующее заседание Екатерина Пестерева против Минобороны состоится 29 февраля. Однако в суды в скором времени поступит еще одна серия исков. Компенсацию стали требовать родственники погибших во Второй Чеченской войне. Первым иск удал отец, сын которого погиб в Дагестане во время расстрела армавирского спецназа.